В структурах мэрии задумали очередную реформу. На этот раз муниципальные власти решили перераспределить полномочия между двумя городскими комитетами по управлению имуществом и комитетом по архитектуре и градостроительству. Вкратце, суть предлагаемых изменений такова – передать КУИ весь функционал градостроительства и землепользования в Саратове. Ведомству главного архитектора Виталия Желанова по большей части оставит лишь декоративные полномочия. Реформу решили провести столь стремительно, что уже на этой неделе новеллы галопом прогоняют по всем комиссиям городской думы. Четыре из них состоялись на момент записи программы. Пикантность ситуации в том, что мэр Михаил Исаев по вторник ушел в отпуск. На работу он выйдет лишь на следующей неделе. Городоначальник, кстати, один из инициаторов изменений. Докладчиком на всех прошедших заседаниях выступал соавтор предлагаемых новелл заммэра Антон Корнеев. Он непосредственно курирует работу реформируемых комитетов. Не везде задумка чиновников нашла поддержку. Наиболее острой получилась дискуссия на заседании бюджетной комиссии городской думы. Депутатов возмутилась скорость, с которой чиновники стараются буквально протащить важнейшие структурные изменения. У народных избранников даже не было времени, чтобы разобраться в предложениях. Главный аргумент реформаторов – передача всех функций, связанных с градостроительством в одни руки, упростит жизнь гражданам. Появится единое окно. Вот только непонятно, почему в роли этих единых рук выбран именно комитет по управлению имуществом. То, что вы предлагаете, это довольно-таки судьбоносное для всей сферы градостроительства на территории города Сараска. То, что складывалось с годами. У меня вопрос. Когда происходят какие-то изменения, порабатывается, наверное, профильная комиссия городской думы, какие-то совещания, в ферд-сентровой улице. Да, возможно, что-то необходимо менять. Но напрягает и вызывает некоторое недоумение, почему так спешно принимаются эти изменения. Буквально за два с половиной дня на всех комиссиях мы хотим это все разобрать. А это все-таки кардинальные изменения, которые данные у сектора вообще коснется. Сегодня мы из архитектуры убираем основу, гряда регулирования. Значит, в комитет по управлению имуществом мы это направляем, но на самом деле у меня нос с ним. Не кажется ли вам, что вам следовало просто внутри двух вот этих вот, так как вы заместитель, организовать работу получше в плане передачи документов? Может быть, носите каждый курьеров побольше, посадите их рядом где-то, пусть они в разных комитетах, в одном помещении будут сидеть. Ввести документы, наоборот, минимум. Но так получается, что не Корнеев и многие чиновники, вернее, не Москва и Питер приезжают к Корнееву и чиновникам и учатся архитектуре, градостроительству, вопросы законодательства, а чиновники город Саратова и многих других регионов едут в Москву, в Питер и учатся. Это как же надо поступать правильно, рационально, профессионально? Я не просто пример привел, я же это все тоже отслеживал, но Москва, Питер, то есть, значит, архитектура и градостроительства вместе и стратегический блок, который толкает, значит, который решает, предлагает, что надо делать, в конце концов, понимаете, момент. То есть, допустим, там зеленый свет им дают. Дальше. Я разговаривал с многими, там, директорами штампроекта, бывшими экстекторами, многими другими, и все в один голос говорят, если вы хотите похоронить архитектуру, принимайте решение. Зачем вы рушите структуры и многие другие вещи? Я буду голосовать против вот этих вот изменений. Почему? Чтобы не похоронить архитектуру города Саратова. Комиссия по бюджету единственная, где предложенную реформу не поддержали. Сторонникам изменений не хватило голосов. В связи с тем, что корм был 9 человек, 4 проголосового против него воздержались. Сейчас данный вопрос не был принят за основу, исходя из этого, он не был принят за основу, тирает коней. Ну, то есть, все равно он на Думу может быть вынесен? Да, дальше будут проходить другие комиссии. После этого будет заседание Думы, где все депутаты будут принимать решение, потому что не только у нас одна комиссия принимает решение по изменению структуры, а всем депутатским корпусом. Поэтому сегодня еще не итог данной реорганизации структуры мэрии города Саратова. Депутат Дмитрий Кудинов – один из сторонников реформы. Коллеги из «Взгляда.Инфо» назвали парламентария провайдером изменений, локомотивом и бенефициаром которых выступает Антон Корнеев. Вы тоже тот же вопрос задали, как и, собственно, все задают. Аршитектура, градорегулирование, градопланирование. Понятие близкие, но не тождественные. Градорегулирование, градопланирование. Давайте посмотрим, в вашей есть видне, как вы видите, город в ближайшие, допустим, 50 лет. Это где у нас будут рекреационные зоны, где производственные, где мы будем спальные районы. Вот в свое время Волга была артерией, и, в общем-то, вокруг Волги строились города и промышленность. И результаты, видите, у нас набережная, она была у нас практически весь урез Волги, это были производственные промышленные предприятия. Сейчас мы понимаем, что, наверное, урез Волги и набережная, с учетом развития экономики, транспорта, логистики, наверное, логистические вот эти хабы нужно выносить за город. А вот какие красивые дома построить. Как у нас, как говорится, архитектор пройдет, вот ему нужно напитаться вот этой средой, который посмотреть, какое здание красивое. Потому что у нас есть люди, меценаты, люди, которые неравнодушны городу, которые строят прекрасные, красивые здания. Они действительно жемчужные украшения. Я думаю, ближайшее там наше поколение уйдет, и они будут просто, ну, на фоне серых коробок, они будут сиять. Но вот это, конечно, архитектор, это, конечно, люди, которые творческие, вдохновенные. Для них вот это важно, и это нужно. А сам процесс, ну, чтобы не оставлять узких улиц, чтобы сделать нормальный проезд, чтобы сделать нормальную структуру, логистику. Ну, здесь, конечно, нужен уже не архитектор, здесь нужен как раз вот человек, который видит, прогнозирует, смотрит, понимает, и концепцию, стратегию развития города в генплане видит. Вот это, конечно, очень сложно. Говоря о роли архитекторов, как-то странно, что к обсуждению столь важного вопроса не пригласили представителей этого сообщества. Да и самого главного архитектора областного центра Виталия Желанова на совещании не было, и депутаты его мнением о происходящем поинтересоваться не могли. Парламентарии объявили, уехав в командировку. И все же для любого специалиста очевидно, что архитектура и градостроительство – это единое целое, что решения здесь принимаются от общего к частному. Архитектор, который проектирует отдельные здания, принимает ту или иную позицию, исходя из конкретной градостроительной ситуации, исторического контекста, условий восприятия будущего здания. Чтобы не декларировалось в обосновании предлагаемой реструктуризации, она, как считают эксперты, не имеет ничего общего ни с режимом единого окна, ни со стремлением сделать наш город лучше. Я не готов сказать о какой-то логике в этом решении, потому что я ее не вижу. Я могу только сказать, что это все равно, что полномочия, скажем, специалиста в медицине, терапевта или хирурга отдать в регистратуру. Дело в том, что комитет по имуществу во своей основе занимается правом. Правом на землю, правом землепользования, правом застройки и так далее. И на архитектурную деятельность, которая в соответствии с законом и прескитатурой имеет достаточно много творческих составляющих, он не относится. То, что это решили объединить якобы в угоду жителям, это, по-моему, лукавство. Достаточно было посадить рядом эти две структуры. Если вы помните, я напомню нашим зрителям, что мы предлагали это 11 лет назад, чтобы эти структуры сидели просто рядом, там, на одном этаже, в одном здании. И для тех, кто получает разрешение, согласование, быть в одном здании, переходить из одного кабинетета в другой, было бы вполне, вполне удобно. Как говорят специалисты, предлагаемые изменения не просто не имеют логики и лишат Комитет по архитектуре важных полномочий, но и создадут большие проблемы для работы этой структуры. Инициатор перемен Антон Корнеев не может об этом не знать. Если посмотреть на структуру Комитета, то сегодня его работа четко выстроена. Реформа же попросту нарушит сложившееся взаимодействие. К примеру, вместе с управлением градорегулирования имущественному комитету предлагается передать полномочия по подготовке разрешения на строительство, разрешении на ввод объектов в эксплуатацию, подготовку градостроительных планов. Но разрешение на строительство и на ввод готовят архитекторы, которые работают в районных администрациях. Как в этом случае будет осуществляться взаимодействие и, собственно, за счет чего произойдет ускорение процесса? Ответов на этот и другие вопросы нет. Как градостроительную политику будет определять Комитет по управлению имуществом? Априори Комитет по управлению имуществом – это та структура, для которой главное не строительство, градостроительство, архитектура, а самое главное – это рачительное, бережное, разумное распоряжение муниципальным имуществом. И с этим недостаточно мы справляемся. И это надо улучшать. И Комитету по управлению имуществом нужно сюда, в первую очередь, прикладывать свои силы. Хотел немножко вернуться назад. Вот буквально месяца два или три назад Городская дума приняла решение, по которому изменила аналогичную структуру. Мы ввели зама по стратегическому планированию, его заняла Елена Злобнова. И вот сейчас у нас есть зам главы города по стратегическому планированию. Вопрос, у нас что, то есть все изменилось, то есть у нас закипело в Саратове. Что сейчас я вижу? Я вижу аналогичную ситуацию и вот в этом изменении. Очередное изменение структуры, чтобы там устроить каких-то родственников, каких-то знакомых, то есть допустим, чтобы они эффективно работали, чтобы у них были кабинеты, чтобы у них была зарплата. Но вопрос, эффективно ли это, профессионально ли это, время рассудит. Знаете, я вот давно уже наблюдаю за архитектурой и иногда, то есть я с ними и воюю, и бывает там затеять другие вещи, но такого никогда не было, чтобы отбирали все время полномочия у архитектуры. И последнее. Если говорить о разных градостроительных реформах местного разлива, по мнению экспертов, в основе предлагаемых изменений лежит огромное желание сконцентрировать в одних руках все разрешительные полномочия в сфере градостроительства, исключить любое альтернативное мнение. Показательным примером может служить история с реорганизацией градостроительного совета. Из рабочего органа, который собирался раз в 2-3 недели и оперативно решал текущие задачи, он превращен в формальную структуру, которая занимается вручением грамот. Возглавляет ее сейчас реформатор Антон Корнеев, причем декларировалось все очень похоже, реструктурировать для повышения статуса градостроительного совета. Теперь он собирается в лучшем случае 1-2 раза в год.